Мало кто из нас знает, как выглядит клещ до тех пор, пока не обнаружит на себе или близких необычного черного жучка. Вот тогда и начинается активный поиск важной и нужной информации в интернете или у соседей, а надо бы у специалистов. Врачи не только помогут удалить клеща, но и скоординируют дальнейшие действия по профилактике заболеваний, которые может переносить данная членистоногая. Стоит помнить о недопустимости самолечения. Часто такие способы самопомощи только ухудшают ситуацию. Конечно, в первую очередь, если вы заметили, что клещ присосался, то в первую очередь, конечно, лучше обратиться к медикам, обратиться в детскую областную больницу, это если по дежурству, либо, если это днем, обратиться в поликлинику по месту жительства, либо в травмпункт. Если же возможности такой нету, то есть вы находитесь где-то за городом, находитесь у кого-то в гостях, то лучше, конечно, попытаться извлечь клеща самому. Удалять все клеща нужно осторожно, чтобы превратить его сдавление, то есть сдавление его брюшка, так как при сдавлении содержимое его может выпреснуться в рану, а содержимым может являться различной инфекцией. Клеща нужно поместить в баночку небольшую, поместить туда смоченную салфеточку водичкой, закрыть ее крышкой и поместить в холодильник. И желательно в течение первых суток отдать клеща на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Также обязательно человеку, который перенес укус, в течение первых суток обратиться за консультацией к инфекционисту. Но лучшая защита, как известно, это профилактика. Не стоит надеяться на авось при походе в лес или отдыхе у реки. Простые правила поведения помогут избежать нападения только при их сознательном выполнении. К примеру, использование репеллентов отпугнет клещей, а вот аромат парфюма или запах алкоголя наоборот заставит обратить внимание. К тому же стоит помнить о грамотной одежде при лесных походах. Она должна максимально закрывать тело и быть по возможности светлого цвета. Нужно помнить о том, что природа, кроме удовольствия, таит в себе и опасность. И нужно соблюдать все меры предосторожности, выходя в открытую природу, защищаться от клещей. Это и соответствующая одежда, максимально закрывающее тело, головной убор. Это использование репеллентов при выходе в открытую природу. Защищать от клещей больше всего нужно детей. Не пускать их гулять в высокий травостой, в кустарник. Не увлекаться совместным сбором грибов, особенно в тех регионах, которые неблагополучны по клещевому энцефалиту. Это Беловежская пуща, это леса Малорицкого, Березовского района в районе Бронной горы. Ну и наша зона Белого озера Домачево в Брестском районе тоже неблагополучна по клещевому энцефалиту, поскольку здесь уже обнаружены клещи, которые несут в себе вирус этого возбудителя, этого заболевания. Уборка дворовых территорий, огородов и полисадников от залежей пожухлой листвы, сухостоя и веток, а также проведение обработки помещений из складов и подвалов от грызунов значительно сократят количество последних, что важно уже само по себе. Но не менее важно и устранение их посредничества в увеличении популяции клещей. Мыши и крысы – главное прокормители этих чинистоногих. А потому наведение порядка на собственном участке имеет не только эстетическую, но и практическую пользу.